Приветствую! 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал три законопроекта, которые касаются изменений правил мобилизации. И вот сейчас мы об этом с вами и поговорим. Первый законопроект, который самый старый по сути, это законопроект 9281, который был принят еще в мае 2023 года. И касался этот законопроект изменения возраста, с которого человека снимают с воинского учета призывников и ставят на воинский учет уже военно обязанных. А что это значит? А это значит, что такого человека можно уже призывать. Поскольку, как мы с вами знаем, в соответствии с законом ОВО и ВС призывать мы можем только тех лиц, которые являются военно обязанными. И теперь возраст, с которого человек считается уже обязательно, по сути, военно обязанным, это возраст 25 лет. Ну, естественно, если этот человек не признан непригодным к воинской службе с исключением с учета и не получил белый билет. То есть, теперь, тех, кто достиг 25 лет и не является непригодным к воинской службе, могут призвать в связи с мобилизацией. Естественно, если у них нет права на отсрочку. То есть, был возраст 27 лет, теперь 25 лет. И эта норма заработает с момента, когда закон будет опубликован. Ну, вернее, с дня следующего за днем его опубликования. Когда он будет опубликован, мы не знаем достоверно, но думаю, что это произойдет в ближайшие дни. Дальше. Какое еще изменение у нас произошло? Закон 10.062. Это законопроект, который касался реестра военно обязанных и электронного кабинета военно обязанных. Этот закон тоже уже принят достаточно давно и только сейчас он подписан. Что здесь хорошего либо плохого? Ну, кроме того, что нас всех теперь посчитают, как в том мультике было, да, из хорошего можно найти следующее. Вы знаете, что я оптимист, всегда стараюсь искать что-то хорошее. Так вот, благодаря этому законопроекту есть следующие плюсы. Например, человек, который приходит в ТЦК и ИСП, чтобы получить отсрочку, должен доказывать в определенных случаях, что у него нет других родственников, которые могут осуществлять уход за соответствующим человеком, по инвалидности которого, либо по уходу за которым он и хочет оформить отсрочку. И прекрасно люди знают вот эти разговоры, что отдай нам справку, что у тебя нет брата, либо у тебя нет сестры, справку, которой просто не существует. Теперь ТЦК и ИСП, ну, по сути, не сможет правомерно требовать такую справку и правомерно отказать на том основании, что человек не предоставил такую справку. Почему? А потому что у вас есть реестр. И человек может сказать, ну, стоп, у вас есть доступ к реестру, у вас есть полный доступ, по сути, к базам Минюста, которые касаются моей родословной, так сказать, да? Ну, пожалуйста, берите информацию оттуда и все. Дальше. Благодаря реестру мы избежим ситуаций, в которых, ну, например, вы знаете, вы знаете, потому что мы разбирали это дело, оно и, в принципе, в СМИ гремело, когда призвали студента. И ТЦК и ИСП еще и суд потом выиграли. Почему? Потому что студент якобы не предоставил информацию о том, что он студент. И ТЦК говорит, ну, а что? Ну, мы же призвали его, но он же нам не сказал, что он студент. Вот мы поэтому его и призвали. Вот этих ситуаций теперь не будет, потому что у вас, я имею в виду ТЦК и ИСП, есть доступ к базам данных Министерства образования. И вы видите, студент я или не студент. Та же самая история с людьми, у которых есть инвалидность. Соответственно, ТЦК и ИСП должно видеть теперь, что у человека есть инвалидность, ему не придется доказывать. И не должно уже быть вот этих разговоров, что ты справку не ту принес, не та форма справки, не так там написано и так далее. Почему? Потому что у вас теперь, ТЦК и ИСП, дорогие, у вас все это будет в электронном виде. И, конечно же, это то, как должно быть. Как мы понимаем, практика, она всегда отличается. И отличаться она будет в каком плане? Насколько я понимаю, на сегодняшний день полноценно вот эта система АБРИХ, она не синхронизирована с остальными государственными реестрами. И понятно, что это будет процесс, который растянется во времени. И ТЦК и ИСП будет нам говорить, а что, у нас нет данных, вот неси справку. Хотя, по сути, такого уже как бы и не должно быть. Потому что у вас теперь должен быть доступ ко всем данным о человеке, которые, некоторые из которых, ну, даже вопрос, а нужны ли ТЦК и ИСП эти данные. Но это отдельный вопрос. Также электронный кабинет ПлатНК предусмотрен этим законопроектом. Как это будет работать, это вопрос, потому что это должно еще решаться, с одной стороны, технически, с другой стороны, юридически. В плане того, что должны быть дополнительные еще инструкции, распоряжения Кабмина о том, как это все будет работать. Это не значит, что уже сегодня у каждого появился этот электронный кабинет ПлатНК. Ой, ПлатНК, прошу прощения, электронный кабинет военнообязанного. И понятно, что этот момент, он скорее прописан уже под законопроект 10449. Вот тот скандальный законопроект о мобилизации. Идем дальше. Последнее, да, что у нас есть, что подписал президент. Это законопроект 10313. Законопроект, который в СМИ назвали как законопроект о ликвидации, либо об отмене обмеженно-предатных. Хотя данный законопроект напрямую это не делает. И, как мы с вами знаем, такой статус, как обмеженно-предатный, он предусмотрен приказом 402. И пока он не изменен. И, соответственно, людей должны будут признавать, давать вот этот статус ограниченно-пригодный, пока не изменят приказ 402. Ну а что теперь главное? Как мы с вами знаем, есть определенный перечень оснований для проведения медосмотра того-либо иного человека. И когда человек, соответственно, обязан по требованию ТЦК и ИСП пройти медосмотр. Такие основания, они указаны в законе о воинской обязанности и воинской службе. Так вот, теперь, по сути, для категории лиц, которые являются ограниченно пригодными, появилось еще одно основание. И это основание заключается в том, что они ограниченно пригодными. Да, в переходных положениях законопроекта 10.313, а по сути уже закона 10.313, написано, что все ограниченно пригодные обязаны пройти повторный медицинский осмотр. Все. Без исключения. Значит ли это, что вам нужно будет идти в ТЦК и ИСП самостоятельно? Нет, не значит. Для того, чтобы у вас появилась обязанность пройти медкомиссию, вы должны, естественно, что сделать? Получить повестку от ТЦК и ИСП с вызовом на ВЛК, на повторную ВЛК. Теперь это законно. Да, если раньше мы говорили, что просто так человека не могут вызывать, то теперь мы можем говорить, что есть законное основание для ТЦК и ИСП вызвать человека, который признан ограниченно пригодным. И, как мы с вами понимаем, если человек откажется это делать, то он может быть привлечен к административной ответственности. Ну вот, на мой взгляд, с точки зрения действующего законодательства, за отказ от прохождения ВЛК может быть только административная ответственность. Хотя в последнем видео я вам показывал, что есть уже и приговор по статье 336, где человека признали виновным в уклонении от мобилизации, хотя человек лишь отказался от прохождения ВЛК. Но это исключительный случай, и надеюсь, что он таким исключительным случаем и останется. Вот такие новшества нас ожидают, и, конечно же, мы следим за развитием законодательства в этой сфере, и, безусловно, мы понимаем, что будут еще новые нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины, которые будут регулировать вопрос электронного кабинета и электронного реестра. И как только они будут обновляться, будут появляться эти постановы, буду делать у них обзор. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал. И традиционно желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok